Они как-то умудрились спереть офицерскую униформу, а после... Капец, 4 хитмана, реально, про них фильм надо снимать. Майни, вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Академия Сэма Унелла и Брокколи, мы просили, его видос, малоизвестные побеги в истории, понравилось смотреть, что там за побеги такие. Также не забывайте про мой телеграм-канал, ссылка есть в описании, или QR-код на экране, это сейчас очень важно, вдруг чего, я там уже держу связь и буду держать связь, если что-то произойдет. И у меня есть также стрим-канал Трово, ссылка есть тоже в описании, я стримлю каждый день, тоже вас там очень-очень жду. Побеги пшеницы, ох-ох-ох, ладно, извиняюсь, это тупая шутка. Привет, ребятушки, если вы когда-нибудь встречались с деревенским гусем, или были на премьере фильма юбилей прокурора, то скорее всего вам приходилось бежать. Бежать сломя голову, без придумывания плана, камуфляжа, хитрости, сдерживания обещаний. Просто тупо бежать, куда глаза глядят, чего не скажешь о историях, которые будут сегодня видосики. Ну что ж, ребятушки, приступим рассматривать эти самые побеги. Вот, вот это вообще ничего. Хорош! Шутки одного уровня, вот это я понимаю, хорош, одобряю, одобряю. Шутки про побеги всяких растений. О, красава. Тоже красивый. Шуточка! Ладушки, начнем мы с Юлия Цезаря Да-да, тот самый Гай Юлий Цезарь Древний римский государственный политический деятель Полководец, писатель Консул, диктатор и великий понтифик Которого все любили А особенно его друзья Но вот что о нем мало знают, так это о его более юных годах Еще в старые добрые времена римлян Киликийские пираты заполонили Средиземное море И по сути их никто не трогал Несмотря на то, что эти головорезы Те делали открытое море И делали это они с тем, чем лучше всего занимались А именно похищением и продажей людей И вот в 75 году до нашей эры Цезарь отправляется на Родос Где собирался поучиться ораторскому мастерству Ужившего на острове известного риттера Аполлония Молана Но подарок Мясо карты такая Вырезанная такая штучка Для острова На колесу 25-летнего Юлия Цезаря Напали пираты и захватили его Разбойники поняли, что к ним в руки попал богатый римский патриций И потребовали за него выкуп в 20 талантов серебром 20 вы вообще знаете кто я вообще-то я стою 50 не меньше цезарь личный врач и несколько слуг у пиратов а остальные были отправлены за увеличенным выкупом но только потому что ты пленник еще не означает что ты должен вести себя как пленник подумал цезарь плача он такой будет кайфовать принесите металл и само собой обращался как будто они его поданными и слугами вплоть до требования от них тишина пытался уснуть плену который длился 38 дней он большую часть времени писал и читал им свои стихи а также отачивал свой вообще вот это плен это я понимаю он просто кайфанул и ораторское мастерство но один фиг он собирался этим же заниматься также он свободно перемещался где хотел а не сидел в заточении а порой даже развлекался с ними играя в кости и со временем пираты полюбили и зауважали его однако цезарь зачастую угрожал им а именно распятием как только он сбежит ухты пять пятерок ах ты вонючая одноножка как только ты тут же будешь у меня распят на кресте у вас римлян такие смешные шутки шутки а да 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 и я просто шучу и пока думали что смешного цезаря на самом деле они держали цезаря человека слова ну и после того как выкуп был уплачен он на свои деньги нанял корабли и воинов и захватил пиратов но это фиаско брата это фиаско прежде чем как он обещал их распять цезаря охватила чувство милосердия поэтому в знак снисходительности вместо распятия он перерезал им горло да миленько слушайте какой хороший парень ставьте лайк си он был самой добротой просто 1265 году до того как добрый стал королем англии он был пленником симона де монфора во время гражданской войны и когда в очередной раз эдуард был на конной прогулке под наблюдением рыцарей он решил ну чтоб скучно не было покататься на всех лошадях отряда ремарочка хочу напомнить вам что в то время когда особо королевской крови попадала в тюрьму то в основном это была не тюремная жизнь за решеткой а просто жизнь чуть лучше среднего класса так вот он начал кататься на ней на одной за другую таких тюрьм сейчас нету пошел в тюрьму можно пожалуйста посидеть тестировал ряда на выносливость и скорость фантастика так а это что последний это комета он самый быстрый жеребец который у нас есть отлично отлично просто супер ну что ж прощайте а оказывается что он так замотал всех лошадей что они не в силах были мчаться за не посмотрели как их пленный это просто гениально чел генич максимально уже их карьерный рост исчезали вдаль твою ж мать лагерь освенцим за все его существование с 1940 по 1945 из одного миллиона трехсот тысяч заключенных всего лишь девятьсот двадцать восемь пытались сбежать и только 196 из них удалось ему мою в числе этих счастливчиков был и каземеш пиховский который знал ужасные последствия попытки побега а именно за каждого заключенного который попытался сбежать 10 других морили голода но после того как он узнал что его друга должны были что дня на день убить то пиховский решил составить план а именно то что бежать нужно было не одному а нескольким сразу целой рабочей группы из четырех человек тогда пострадает не 10 других заключенных а ответственность за это понесет их начальник блока и утром 20 июня 1942 года когда они пробрались через первые лагерные ворота они как-то умудрились переть офицерскую униформу а после капец 4 хитмана реально какой-то их фильм не так и вовсе угнали машину ну а дальше в ашпе все легко было ведь солдаты смотрящие за воротами виде офицерскую машину и четырех людей в офицерской форме внутри нее без какого-либо сомнения али проезжающему якобы начальству и поднимали шлагбаум пока они не подъехали к последним воротам и увидели что солдат у них тупо закемарил на посту и они поняли что этот последний шлагбаум как предыдущие просто так не поднимется в машине началась паника и пиховский который не один год видел как общаются нацисты не придумал ничего лучше как выйти из машины и на немецком начать орать на заснувшего солдата поднимайся 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 ворота открылись и наш смелый беглецы выехали на свободу и как пиховский планировал это просто такой легкий побег просто реально на хитман и человек просто на хитман и за массовый побег был наказан только их надзиратель а ну и в дальнейшем еще его родители но этого он не планировал иман де валера третий президент ирландии но до своего президента в 1919 году валерк содержался британской тюрьме линкольн где как-то раз он заметил дверь в прогулочном дворе ведущую на свободу ну и почему бы не сбежать ну раз дверь на свободу есть нужен только ключик который эту дверь откроет и он начал его это забавно же ты в неволе но в тупом передам с тобой дверь на свободу но на ключе пора учиться сломать замок и для начала он использовал свои познания в математике чтобы геометрически скопировать при помощи воска ключ капилана во время церковной мессы и позже создал самодельный дубликат дальше хорош комерника валерки который оказался художником карикатурщиком нарисовал комикс как пьянчуга пытается вставить ключ в дверь одной темницы проверяющий в тюрьме само собой не понял что этот шутливый рисунок изображает точную копию ключа необходимого для побега после повстанцы снаружи сделали в соответствии с комиксом который затем был отправлен валерону внутри торта эй здрасте здрасте вы не могли передать торт моему другу имману понимаете у него типа день рождения сегодня и я вот просто хотел сделать ему что-то приятное а именно подарить этот ванильный торт просто торт то внутри и там больше ничего нет просто тоже я передам ему это прямо сейчас но увы ключ был слишком мал поэтому пришлось отправлять новую карикатуру и несколько дней спустя эй здрасте этот торт моему другу имману у него сегодня просто денюха и я ему хотел подарить шоколадной начинкой наполненный только шоколадом и ничем более подождите а разве не вы были здесь несколько дней назад с ванильным тортом который вы дарили типа на его день рождения а нет нет ошибаетесь это было год назад именно тогда я дарил ему ванильный торт не час я как время быстро летит так что вместо того чтобы сделать третий вариант повстанцы просто решили дать ему инструменты чтобы он сам сделал себе нужный эй здрасте а вы не могли бы передать этот торт моему другу имману у него сегодня день рождения так стоп теперь я точно уверен что ты был на днях и говорил про его день рождения да а а я сказал что день рождения у иммана нет 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 я хотел сказать что сегодня день рождения у собаки иммана и это торт ему чтобы отпраздновать день рождения его собаки блин это наверное самый вкусный торт который я когда-либо видел так а это что за шум это фрукты ну фрукты металлические с фруктами но знаете эти фрукты громко гремят их стопу дняк надо будет как-нибудь попробовать торт с гремучими фруктами и уже своими корешами изготовили идеальный ключ прокрались через двор открыли дверь ведущих свободе и стали первыми людьми когда-либо сбегавшими из тюрьмы линкольна это отсутствие иммана просто мир какой-то не мог понять куда он делся и самое главное как а все потому что уходя валерка закрыл за собой дверь и спасибо за внимание ну что ж ребятушки для это гений гений генич максимальный генич максимальный генич ребята подписывайтесь на максимального генича на академии смонелла подписывайтесь на мой канал и было очень приятно и всем удачи до скорых встреч всем пока